Красно-синий флаг Красноярска На этот раз привычная церемония впервые закончилась колокольным звоном. Это стало своего рода анонсом фестиваля «Колокола Сибири», который пройдет как раз в дни празднования 389-летия Красноярска, 10 и 11 июня. По словам Эдхамат Булатова, организаторы постарались сделать программу Дня города максимально интересной, чтобы красноярцы не только отдохнули, но и прониклись в истории города на Енисеи. Мы все любим наш город, стараемся сделать так, чтобы город был более современным, более удобным, более комфортным. И я уверен, что так и будет. Поэтому хочу, пользуясь случаем, поздравить всех красноярцев с наступающим Днем города. Праздничные мероприятия только начинаются. Нас ждет много интересных событий. И надеюсь, что эти события будут интересны для красноярцев, радовать красноярцев. О том, чем знаменит Красноярск, и как он преобразился за последний год, говорили уже на торжественном собрании в Краевой филармонии. Там также наградили красноярцев, которые внесли большой вклад в развитие города. В их числе оказался заместитель председателя Законодательного собрания Края, наш коллега-журналист Алексей Клешко. За заслуги перед Красноярском ему вручили знак отличия. Я должен сказать спасибо тем людям, вместе с которыми мы делали те дела, о которых сейчас здесь говорилось. В моем случае это 30 лет работы с учителями, библиотекарями, работниками культуры, работниками социальной сферы. С теми людьми, с которыми мы придумывали, пробивали, создавали, реализовывали те проекты, которые, как мне кажется, сегодня украшают наш город и работают для людей. Поздравил красноярцев с Днем города и губернатор Края. По словам Виктора Толоконского, Красноярск для него стал родным. Глава региона также вручил почетные грамоты представителям самых разных профессий. Водителю трамвая, учителю начальных классов и социальному работнику. Пожелать красноярцу и красноярцам хочу процветания. Хочу видеть Красноярск еще лучше обустроенным, еще более красивым и комфортным городом. Это можно сделать только всем вместе. Это можно сделать только с чувством гордости за свой город. Это можно сделать с большой верой в будущее, с большой верой в свои силы. Красноярск в разные годы прославляли своим талантом деятели культуры и искусства, врачи, ученые, спортсмены, архитекторы, строители и преподаватели. Тем, кто внес особый вклад в развитие города, присваивают звание почетного гражданина Красноярска. Один из таких известных на весь мир красноярцев Дмитрий Хворостовский. Накануне Дня Города оперный певец сдал единственный концерт в Красноярске и признался в любви родному городу. Это мой родной дом. Я здесь родился и вырос. Я здесь учился. И регулярно с самого начала карьеры своей я отчитывался перед вами, перед Красноярскими. И перед зрителями. Для меня это очень важно. Ну а празднование Дня Города только начинается. Программа насыщенная. Ее можно посмотреть на сайте администрации Красноярска. Одним из самых ярких мероприятий станет концерт хора Турецкого, который пройдет 11 июня на площади перед Краевой филармонией. Ольга Тишинина, Алексей Овсяников. Новости.